Всем привет! С вами, как всегда, эксперт компании PULLE.RU Андрей Семёнов. И сегодня мы поговорим про Америку. Не про всю, конечно, но про её аудиофильские традиции. Для многих японская техника ассоциируется с функционалом. Немецкая — с педантичностью, британская — с натуральностью. Настоящая американская аппаратура — это в первую очередь масштаб. Eclipse в данном случае — удивительно характерный и показательный пример. Компании вот уже почти три четверти века, и всё это время она делает одни из самых заметных во всех смыслах этого слова колонок. Серия Reference Premier — это типичный клипш. Относительно доступный, но при этом со всеми привычными технологиями старших моделей. Эта серия представлена была пять лет назад, а в 2018 году она существенно обновилась. И сейчас перед нами, дорогие друзья, модели второго поколения. Для начала обсудим общие моменты. Прежде всего бросаются у глаза фирменные динамики медного цвета. Их диффузоры изготовлены из материала под названием «Кераметалик». Это алюминий с керамическим покрытием. Он лёгкий и прочный одновременно. Твитеры тут тоже не простые, а компрессионные с титановыми куполами и рупорами Tractrix. Такой рупор не только улучшает чувствительность и динамику излучателя, но и формирует требуемую направленность. Кстати сказать, так же называются и выглядят порты фазоинвертора, на которые нагружен вуфер в колонках этой серии. Характерная черта, по которой можно отличить модели второго поколения – тонкое медное кольцо на рупорах и корзинных динамиках. Вариант отделки корпуса – эбоновое дерево, либо орех. Защитные сетки крепятся на магнитах. У напольников есть литые алюминиевые опоры. А теперь, дорогие друзья, конкретика. Полочных колонок в серии три. И мы решили взять среднюю модель для пущей наглядности. Называется она RP500M. И цифра в индексе означает калибр вуфера. Соответственно, есть такие же модели с 4-дюймовым и 6-дюймовым излучателем. Как видим, колонка относительно компактная, но увесистая – больше 5 кг. Раздельный фильтр настроен достаточно низко, на 1,5 кГц. А как известно, чем ниже частота раздела, тем шире диаграмма направленности. Но, пожалуй, что самая интересная цифра в характеристиках – это чувствительность и максимальная подводимая мощность. 93 дБ и 300 Вт соответственно. Высокая чувствительность, а тут она вдобавок сочетается с дружелюбным 8-омным эпендантсом, залог плодотворного сотрудничества даже с маломощным ламповым усилителем. В то же время, сотни Вт допустимой подводимой мощности можно скорее получить от транзисторного сварочного аппарата. В итоге мы имеем уникальную возможность подключить к этим колонкам не подходящий им усилитель, а тот, который подходит нам. И в любом случае получить впечатляющий результат. На полных колонках серии целых 4, а цифра индекса обозначает калибр сдвоенных низкочастотных динамиков. Модель RP-8000F – флагман референс премьер. В нем, соответственно, используются 8-дюймовые излучатели. Как видите, это уже весьма габаритные колонки. Их высота более метра, а масса почти 30 кг. Что же с чувствительностью и мощностью? Они, объективно говоря, поражают воображение. 98 дБ и 600 Вт. Стадионы может и не по силу, но вот за любую квартиру можно смело поручиться, а то и за небольшой зал. Сабвуферы Clipsch представлены у нас серией SPL и средней моделью под индексом SPL120. Не сложно догадаться, что речь идет о 12-дюймовом излучателе, помимо которого есть также модели на 10 и 15 дюймов. Аппарат весит больше 20 кг и снабжен усилителем в классе D. Номинальной мощностью 300 Вт, который удваивается в пике. Акустическое оформление фазоверта с шлевым портом в нижней части передней панели. Такое решение обеспечивает минимизацию призвуков воздушного потока через порт и возможность установки сабвуфера вплотную к стене. Корпус сабвуфера изготовлен из листов MDF и отделан виниловой пленкой под эбоновое дерево, стойкой к повреждению. Подключать сабвуфер можно как проводным, так и беспроводным способом посредством опционального модуля WA2. Благодаря этому модель можно задействовать сразу в двух приложениях. Например, в кинотеатральной системе и стереотракте, без необходимости переключения между ними. Из настроек SPL120 присутствуют плавные регулировки НЧФ-фильтра и фазы. Этого более чем достаточно для интеграции этого аппарата в любую кинотеатральную или стереосистему. Нижняя граница АЧХ составляет 24 Гц, а максимальное звуковое давление – 118 дБ. Первое впечатление от прослушивания зачастую самое верное. Применительная клипша это правило работает на все 100%. Прежде всего тут заметна детальность музыкальной фактуры и одновременно её динамик. То есть относительно негромкие и оглушительные моменты фонограммы будут одинаково информативны. Ещё одно правило гласит, что высокочувствительные колонки обычно не столь басовиты. А вот тут клипш скорее исключение, потому что с басом у них всё в полном порядке и не только у сабвуфера. Сцены ещё одна сильная сторона моделей этого производителя, в том числе и за счёт рупорного акустического оформления высокочастотных динамиков. Так что в данном случае перед нами действительно универсальные исполнители, без ярко выраженных жанровых предпочтений. Хотя рок-музыка – это, безусловно, их конёк. Для вас мы подготовили самые интересные модели бренда «Клипш» на одной странице с текстовыми обзорами. Ищите ссылку в описании под видео. Спасибо за просмотр и не забывайте поставить лайк и оставить комментарий. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»